значит этот рассказ называется бурда моден это из книжки рассказ толстого мальчика которая издана издательстве арт валхонка и нарисована замечательной художницей ольга золотухина рассказ называется бурда моден в детстве все терял и сейчас все теряет но то терял особенно по-взрослому наверное если бы все вещи которые потерял детстве выложить цепочку то получился бы путь от дома до школы это конечно не от земли до луны но все-таки в действия запросто мог потерять целый тяжеленный портфель с учебниками тетрадками и дневниками и дневником велик орленок сменную форму в мешке с резинкой помойное ведро сумку с продуктами из магазина веркиного хомяка и даже школьные брюки такие противные кусачие брюки противного мышиного цвета от школьной формы боря посмотри мать так у меня в комнату саша тренировочных пришел а штаны и где боль ну как это но вот спроси его саша где штаны ли . ну ты же спросила молчит вот видишь значит не знает резонно подытожил отец поэтому и без штанов что ты переживаешь горе ты моя луковая мать жила меня за руку пошли и мы с матерью пошли школы искать штаны опускались и там и но куда делись штаны после продленки непонятно ну вспомни молила мать на продленку пришел в штанах штанах вспоминал я и в столовой был штанах штанах а потом а потом без штанов хлюпал я лучше бы ты голову потерял вздохнула мать 2 бы отросла не такая дурная штаны то по спецнаряду на ребенка одна пара в год в комплекте с пиджаком по разнарядке понял бестолочь все теперь будешь до конца года в школу в трусах ходи в общем мы сели в троллейбус трешку и поехали в детский мир я ехал смотрел в окно на вечернюю москву в огнях и все представлял себе эту разнарядку которая прячет себе за спину мои школьные штаны нагло хихикает и кричит не дам на кси выкуси сама носить буду в детском мире нас отправили к завотделом толстые тетки с усами мать долго объясняла ей что она заслуженный работник печати что ребенок рассеянный и обе штанов не пустят ладно уловал стирка с усами раз такой проблемный берите комплект пиджак со штанами отдельно мамаш не продаем комплект разбередить не дам давайте вздохнула мать комплект так комплект посмотрю только денег хватит ли стали мы мерить комплект не влезаю пиджак нормально брюки малые берем на размер больше брюки вроде ничего пиджак как на вешалке мать снова кусатой та не в какую мало говорит мамаша что вас ребенок малолетний склеротик так он еще и не стандарт набор разбередить не дам и не просите пусть ваш или неделю на дети посидит или костюм перешейте вот смотрите сами у него же попа как у девочки молчи только молчи шикнул не мать короче договорились но только саша сказала мать когда мы приехали домой я тебе пиджак штанам пристрочу и не спорь лидочка протестовал отец а не слишком нормально отрезал мать ведь варежки и шапку на резинке носит привык вот и целы и тут попривыкнет а комплект разом вряд ли потеряет и пристрочила надевай мать перекусила нитку покрутись она с удовольствием осмотрела меня не жмет а тут не а вот так ну я мам а как носить то да нормально и носить мать одернула полы пиджака как гагарин скафандр пиджак если что откинешь за спину а рукава на животе завяжешь и вообще сейчас в европе мод такая я бурда моден сама видела верни киточна дала ей архангельский знакомый журнал из-за границы привез ясно мы с отцом кивнули короче выходим из пехтерем на переменку мяч погонять питер пиджак снял и на подоконе как всегда швырк а я свой как мать говорила чё это вы трясет пехтер мода скал я я мать попросил как бурда моден сделать самый крутой за границей короче на какое-то время это стало школьным брендом и обеспечила мне на целую четверть жизнь как в раю и даже лучше единственное что до окончания младших классов ко мне прилипла сашка бурда моден но мне даже нравилось отца как конструктора летательных аппаратов директор попросил прочитать в школе лекцию по авиамоделизму из уважения хотя какая связь между пиджаком пришитым брюком и серебристым планером в голубом небе я так и не понял